МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Хитростями до магнетизма, счастья, любви не добьёшься". -"Ну тогда скажите, как достичь его". -"Наши эксперты знают, знают". В эфире передача Формула семьи. -"Всем привет, с вами Формула семьи". Сегодня 3 ноября, 16-й год на дворе. Скоро-скоро совсем наступит уже 17-й. Все будут ошибаться. Это же любимая ошибка после Нового года, писать в конце не ту цифру. Ну что ж, 14.00 по Москве. Сергей Толоконников в студии, Эльвира Чепенко. Всем привет. -"Доброго дня". Расстроенно сказал Сергей. Сегодня будем обсуждать щепетильную, в каких-то моментах острую тему, даже для некоторых не особо приятную. Тема верность. Почему нужно быть верным друг другу в браке? Вот сегодня Сергей Толоконников попробует нам это рассказать и доказать. Задача, с одной стороны, кажется абсурдной, а с другой стороны, кажется неподъёмной. То, что доказывать какие-то вещи, которые для тебя очевидны, они могут быть совершенно неочевидны для другого. И аргументация, которая работает для тебя, она для другого может оказаться совсем вообще никаким образом не действующей. Я начну с того, что говорить на тему верности мне приходит в голову лишь потому, что вот фраза есть нашего великого писателя, действительно великого, это Льва Николаевича Толстого, что все несчастные семьи, они несчастны по-своему, а счастливые, они все счастливы одинаково. Мне захотелось после огромного количества сложных тем попробовать увидеть, что делает семью счастливой, что делает семью такой, какой мы хотели бы видеть её, какой она должна быть, какой она представляется вот где-то вот в каких-то юношеских мечтаниях или да как хотите. Вот мне кажется, что во всём этом мы будем постепенно с вами идти. У нас, может быть, шесть или семь эфиров будет посвящено этому, посмотрим, как получится. Но мне кажется, какие-то простые вещи, о которых мы порой в суматохе и в напряжённости нашей жизни не просто забываем, это становится вообще неочевидным для нас. Вот поэтому приходится об этом говорить. И вот верность — это один из краеугольных камней, который, с моей точки зрения, является основанием для такой счастливой семьи, которая могла бы попасть в число тех, которые Лев Николаевич бы обозвал, да, ещё один близнец. Вот такая счастливая семья. Сергей, в анонсе я задала несколько вопросов. И вот на два из них я точно хочу сегодня получить ответ от вас. От меня. Я думаю, слушатели тоже, да. Первый — это что значит верность для семейных пар сегодня? И второе — почему люди изменяют? Ну давайте, может, с первого начнём. Потому что сегодня, почему я акцентирую внимание, да, раньше не было, например, интернета. И вот переписка и флирт, например, с другим человеком в интернете — это уже неверность или как? И просто в разных обстоятельствах сегодняшнего мира, сегодняшнего информационного века, что верность для пар? То есть для начала будем определяться, что у нас сегодня такое верность. Конечно, с чем работать, да. Вот неожиданно я не был готов к этому. Вы можете удивиться. Знаете, что меня... Вот я пока слушал, что я вспомнил. Это может быть смешно, да, но я вспомнил именно это — пояс верности. Такое... Это на самом деле считалось, что это средневековое изобретение. На самом деле это не так. Это... Ну, как бы... В самом лучшем случае это совсем-совсем позднее средневековье, да. Изобретение это, как считалось, это изобретение было... Принадлежало, значит, рыцарям и каким-то воинам, которые уходили и заковывали свою собственную супругу в этот пояс верности. А на самом деле ничего подобного не было. Ничего такого не делалось. Это вообще... Просто такая была почти юморная шутка, которая выдана была уже в веке в 18-м. Но дыма-то без огня не бывает, да? Да, да. Конечно же, мы говорим... Ну, коль мы пустились в определение, то тогда мы говорим о том, что прежде всего мы говорим о супружеской верности. Мы говорим о семейных отношениях, мы говорим о верности супругов друг к другу. Это хороший вопрос. Вот если происходит половой контакт, у нас вопроса не встает о том, и здесь есть верность, или ее нет. Если мы понимаем, что этот контакт произошел... Ну, дальше некуда просто. Как бы, да. Ну, коль определяемся, да, вот. Значит, так. Причем неважно, да, вот мы сейчас говорим о муже, который неверен, о жене, которая неверна. Михаил, вам привет. Вы же любите рассуждать на тему того, что еврейские женщины очень верны, а вот как-то вот протестантки почему-то как-то своей развратностью известны. Вам, видимо, да, ну и, может быть, в вашем окружении, я не знаю. Вам большой привет. Можете по этому поводу что-нибудь нам написать. Я буду очень вам заинтересован в ваших сообщениях. Вообще тема стара, как мир. Вообще стара. Ну, мы пытаемся определить, хорошо, а если не было постельной сцены? Вот, о чем я и хотела спросить, да, про сегодняшний день. Раньше это были письма любовные, теперь это смски любовные. Тем не менее, это верность, или это уже предательство, или это в каждой семье определяется там индивидуально по-своему? Как вы считаете? Я считаю, что, это мое убеждение, да, что для человека, который начинает работать со своим сознанием и пускается в фантазии, он на самом деле уже перешагивает грань верности. Потому что, почему это так? Почему же я так считаю? Потому что у меня христианские основания, протестантские, дорогой Михаил, как и у многих девушек, протестанток. А для протестантов достаточно характерной особенностью является обращение непосредственно к тексту, священному тексту Библии, где Христос говорит прямым совершенно текстом. Лучше оторви себе руку и вырви глаз. Да, да, вырви глаз, оторви руку. И еще он говорит следующее. Если ты прелюбодействовал в сердце, то это приравнивается к совершению в физическом пространстве прелюбодеяния. Если мы говорим о том, что люди пускаются в СМС-переписки, они пускаются в почтовую историю, какая разница? Разве что у нас меняется суть, письмо электронное или письмо, которое с нарочитым едет там с посланником на лошадях, доставляется много-много-много дней подряд, какая разница? Хорошо, но подробнее, содержание этих переписок. Одно дело, это флирт и склонение к постельным сценам. Другое, это человек влюбился внутри семьи. А в чем разница? Вот слово, фраза внутри семьи наводит тень на плетень. Что означает внутри семьи влюбился? Я имею в виду, что уже человек в браке. Он в браке. И он влюбился. Да-да-да, я поняла. Замечательно. Я поздравляю человека, который влюбился. С тем, что он неверен? Нет. Я поздравляю его прежде всего с тем, что человеку открылось нечто. Но когда человек обнаружил, что он влюбился, он с этим должен что-то сделать. Что значит влюбился? Он начал испытывать определенные чувства. Он столкнулся с каким-то вот с чем-то, с каким-то открывшимся образом. Влюбился это, если мы говорим о влюбился, если мы говорим не о сексуальных фантазиях. У нас какой-то эфир сегодня такой откровенный. Верность? Тема верности? Как иначе? Да. Вот я не знаю, дорогие развеослушатели, если кого-то это шокирует, вы, так сказать, отреагируете. Может быть, для вас кажется несколько за гранью допустимого то, что мы делаем сейчас в эфире. Но меня провоцирует мой соведущий. Мне приходится, я, может быть, сам бы... Да, стрелки на меня переводите. Не полез туда. Нет, ну, говорю-то я. Говорю-то я. В этом смысле я своей ответственности никуда не собираюсь ни на кого перевешивать. И мне кажется, мы так много вуалей вешаем, что перестаём уже понимать в какой-то момент, что есть правда. Что такое, где истина. Мы уже запутываемся в недосказанностях, в каких-то вот таких лабиринтах наших вот объяснялок, в которых мы хотим оправдать то, чего оправдать нельзя, и в которых мы не хотим досказать то, что досказать катастрофически надо. И вот то, о чём мы с вами говоря, куда мы с вами изобрели, вот эта вот тема верности доводит нас до необходимости говорить о том, что если человек влюбился, будучи уже в супружеских отношениях, он обнаружил, он оказался на старте того, что он испытал чувство какое-то. Сразу могу сказать, что в данном случае любовь с первого взгляда это интересный очень феномен, с которым бы неплохо было бы поработать. Вопрос к человеку, который так влюбился. Он не подозревал, да, что он может влюбиться. Он не подозревал, что есть ещё некоторое количество людей противоположных на полной жизни, которые могут вызвать симпатию. вот у меня первый вопрос к этому человеку. Второй вопрос, что этот человек намеревался делать, если он действительно, ну, дайте грубо скажу, неполный идиот, да, он, или он думал, что он никогда не влюбится, может быть, ему так казалось, да, но если он так не думал, вспоминая про свои школьные годы, про детский сад, сидение на горшках рядом, да, вот, вот что этот человек, вот, понимаете, оно смешно, когда мы говорим, ну, когда люди говорят, что я влюбился, дорогая, что же мне теперь делать, ты извини, и я пошел. Это ужас? Ну, как бы, в данном случае можно окончание поменять, да, и просто сменить рот, или, дорогой, я вот, я влюбилась, Это не менее ужас? Ужас, это ужас одинаковый, но нам кажется сегодня, что это нормально. Мне не кажется это нормальным. У нас есть звонок, выведем слушателя сначала эфир, потом продолжим. Алло, в эфире, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте, это Дмитрий, вот я решил вступить с вами в разговор, но мне тут кажется, что вы слишком, как бы, схематизируете, потому что здесь хрестоматийный, как бы, такой пример, Маши Тройкуровой, Дубровской, если она замужем, то она может влюбиться, да, и есть еще, например, я жил во Франции, там есть явление католическое, Богородица, там она плакала, потом говорила, причем, она много нелицеприятного говорила, в том числе, она говорила, что сейчас очень многие браки, заключаемые в церкви, в церкви, суть мерзости перед Богом, например. То есть, я хочу сказать, так же, как есть и разврат, и измена, да, там, прелесть, и соблазн, это как бы мерзость, так же есть и пустота, когда браки совершены не по любви. Вы решили вот таким образом осложнить наш разговор, да? Хорошо. Спасибо большое. Да, подождите, подождите, не уводите, пожалуйста, Эля, мне бы очень хотелось с Дмитрием продолжить диалог, потому что очень интересная вставка. Да, я действительно упрощаю ситуацию. Дмитрий, вы ее усложняете. Вопрос к вам. Вы считаете, что верность в браке не нужна? Нет, я не это хочу сказать. Я хочу сказать, что как Павел говорит, что, например, мы для язычников, мы ее роды, для фарисеев соблазн. Понимаете? И зло, оно двояко. Оно как и разврат, это вот язычество, так и нелюбовь, и лицемерие при заключении брака, то есть фарисейство. И, соответственно, одно не оправдывает другое. Ну, подождите. Смотрите, какая интересная вещь. Вы же вспомнили сейчас Пушкина. Вы нам сказали о том, что вот эта вот барышня, которую звали Маша, на попытку Дубровского, так сказать, как это, завладеть ею, я имею в виду не физически, то есть когда он говорит, ну все, теперь-то все у нас будет хорошо. Она говорит, так все поздно, я уже нахожусь в супружеских отношениях. Вы считаете, что вот этот брак, он действительно неправильный, он мерзость пред Богом. Я правильно вас понимаю? Да, 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 и также когда говорится мерзость запустения на святом месте, увидите, то это означает и храмы, но это и означает и святое место брака тоже. хорошо. Это может как мерзость разврата, так и запустение брака не по любви. Дмитрий, слышу вас, ну давайте просто у вас аллегории сыпятся одна за другой, я боюсь запутаться в их количестве, но смотрите же, тогда судя вашей, тому, что вы говорите, и вот просто следуя вашей логике, можно совершенно спокойно было бы Марии сказать, да, Дубровский, здравствуй, я твоя, вот наверное надо было бы так, правда? Ну да, вот в этой ситуации я считаю, что надо было идти под величеством ради своей первой. Вас не смущает тот факт, что она говорит по-другому? Она говорит, что я в браке, он говорит, нет, тебя заставили, а она ему отвечает, нет, меня не заставили, я дала обещание. Нет, она просто выбирает фарисейство, как говорит, род лицемерный, лицемерный и прелюбодийный. Есть прелюбодийный, есть лицемерный. Судя по тому, что говорите вы, Дмитрий, ваш ответ на самом деле, если мы идем по усложнению темы, что мы схему продолжаем усложнять, я вам скажу так, что в браке вообще тогда, если следовать вашей логике, не может быть верности. Почему? Подождите, дайте мне сказать. Я сейчас вас выключу. Я вас выключу. Так, все, звонок завершен. Дмитрий, вам придется меня слушать. Вы отказали мне в возможности вести последовательный диалог. Я не договорил. Если вы перезвоните, мы, наверное, возьмем снова вас в эфир. А я объясню логику, которую вы предложили в данном случае. Вы говорите, коли нет любви, то значит, вот это фарисейский, это плохо, это всяко разно, не имеет никакого значения. И значит, можно было нарушить ту клятву, которую давала вот эта вот девушка. Между прочим, перед Богом. Или мужчина. Да. На секундочку это было сделано перед Богом. Тогда смотрите, какая интересная вещь получается. У вас любовь, я не знаю, что вы называете любовью, но есть вещи, которые мы делаем, и называется от слов своих ты получишь оправдание. И от своих слов ты получишь осуждение. Это написано в книге, которая называется Библия. От слов осудишься, от слов оправдаешься. Если ты что-то обещаешь и говоришь, это является основанием основанием и во все времена было таковым. Для того, чтобы потом можно было, как бы отслеживая твои действия, сопоставить твои слова и твою жизнь. А если ты в момент совершения брака любишь человека, а потом любовь, она растворилась, ну, я же полюбил другого человека. Что же за фарисейский подход такой? Дайте мне свободу. Маша, дай мне свободу. Я, Дубровский, хочу к другой. Потому что это фарисейство сохранять брак, потому что нет любви. Ради чего же мы будем его сохранять? Это мещанство, это совершенно неоправданная вещь, это фарисейство. Вот логика, которую вы сейчас предложили. Дмитрий. Я, когда слушала Дмитрия, у меня сложилось впечатление, что он хочет, чтобы мы были верными, скажем так, себе. Но он не учитывает немного тот факт, что мы-то меняемся. Маша была верна себе, когда она говорила да в браке. И она, по словам Дмитрия, должна была остаться верной себе и сказать да Дубровскому. Вот так. Но это неправильно. По какой-то причине Маша сказала Дубровскому нет, человеку, которого она любила. И надо сказать, она же ему сообщает там, если мы возвращаемся, она говорит, я ждала до последнего момента, до последнего часа и минуты. Но когда она поставила для себя дедлайн, когда она сказала, дальше я не могу ждать, но почему-то не случилось Дубровскому оказаться рядом с ней вот в это отведенное время, она сказала, я выбрала и мой выбор остается со мной. Друзья мои, у меня не повернется язык говорить о фарисействе в данном случае, но это же художественное произведение, скажете вы. Произведение художественное на самом деле отображает жизнь, конечно. Сколько в нем жизни. И это неожиданно для русской классики и тем более для Пушкина. Это не характерный ход. Но мы уже в литературу уходим. А что делать, если литература нас каким-то образом приближает к нашей теме, то нам давайте про литературу. Эля, видели вы фильм «Белый бим, черное ухо»? Ой, очень давно. Вы смотрели. По-моему, да, но очень давно. И остались живы. Да, осталось, И не обращались к врачу. Нет, но я не помню. Душераздирающий фильм, совершенно фильм моего детства, который я не знаю на самом деле людей, детей, которые его могли смотреть без слез. Более того, мне даже немножко страшновато, если таковые есть. Его невозможно смотреть, не плача, потому что сюжет душераздирающий совершенно. вспомнила, вспомнила, да, да, понимаем. Вообще, но речь идет о верности. И вот почему же плачем мы? Потому что мы видим, как вот эта животина, этот сеттер, который не мог быть медалистом, поскольку у него все-таки вот, ну, был изъян, он был ни одного окраса, он так предан своему хозяину, и он ищет его. Друзья, почему в наших сердцах это вызывает такое сочувствие? Может быть, потому что мы сами так не всегда умеем. Но, наверное, значит, хотим. Да. Значит, что-то внутри нас зовет нас к тому, чтобы это не потерять, и чтобы это было чем-то для нас ценным. Друзья, если это так, то, ну, наверное, стоит об этом задуматься. Вообще, подобная же ситуация, да, с псом, она же известна по экранизации, которую сделал Голливуд, это хатика. Конечно. Хатика, вот сейчас гораздо проще сказать хатика, об этом знает точно молодежь, знает вся про хатика, а вообще это экранизация японской истории. Это же то, что это реальная история, которая происходила в Японии в 20-е годы, в 20-е и 30-е. Пес, который, он даже, знаете, за сколько времени он успел провязаться, за год с небольшим, или полтора года, что-то такое там было. Он вместе со своим хозяином прожил совсем недолго, и потом 10 лет он приходил на место, на котором он ожидал его увидеть, потому что хозяин, насколько он был, он на мизине отправил по железной дороге. И пес приходил встречать его, а ночевал он на пороге дома хозяйского, но хозяин умер, хозяина не удалось спасти, и что не пытались сделать с этим псом, он сделал одно и то же, он все равно уходил и приходил на станцию. 10 лет, почти 10 лет. Почему это вызывает в нас сочувствие? Ну, можете сказать, что это же скотина всего-навсего, друзья. Но если в нас даже... Если в нас были собачьи сердца, Сергей, сказать, что наверное уже что-то живет в таких собаках, ведь они не все такие, друзья мои, если бы все псы были одинаковы, это не вызвало бы такой реакции, вся Япония ездила посмотреть на этого пса. Понимаете, это было в 20-е годы, ему поставили памятник, когда он сдох, поставили памятник японцы, потому что для них это было то, что напоминало им самим о человечности. Вот эта собака заставляет нас быть людьми. И мы говорим с вами о верности, которая нам нужна как воздух, как основание супружеских отношений. Мы сегодня совсем без заставок, сейчас прервемся на секундочку. Сердцу не прикажешь, так народ говорит. Глупостью он говорит ваш народ, сердце такое же орган, как и иные, и под властем приказу свыше. В эфире передача Формула семье. Телефон прямого эфира 8800-333-1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teus.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. мы продолжаем говорить о верности в эфире Формула семьи. Вот закончили на примере фильма Хатико. Хороший пример верности, но вернемся к супружеским отношениям. В итоге, к чему мы пришли за эти полчаса эфира, что на самом деле верность нарушается даже тогда, когда человек просто подумал или почувствовал и дальше делает выбор, что с этим делать. Я уточню. Не подумал. Пофантазировал я имею в виду. Вот здесь нужно уточнение. Это фантазия, которую человек сам себе позволяет. Он разрешает себе это делать. Это не мысль, которая залетела тебе в голову. Мысль будет залетать до конца жизни. Да, но когда ты сам занимаешься тем, что ты фантазируешь, что ты воспроизводишь определенные действия какие-то, что ты на самом деле неверен, то это можно приравнивать к измене. Это то, что основой является прежде всего то, что происходит внутри человека. Это не случайные какие-то шел по улице, вдруг раз, изменил. Действительно. Так получилось, как в лужу наступил. Ничего подобного. Это вынашивается. Вот я про это, чтобы просто нам не обвинить всех людей в том, что они просто не верны вообще априорно. Я думаю, многие слушатели с нами будут спорить, потому что для некоторых, например, тот же флирт по переписке или просто общение... Это ничего особенного. Да, ничего особенного, которое потом приводит к разрушению семьи. Они только понять не могут, почему так тяжело находиться с человеком, с которым ты провел много лет уже. Ты пофлиртовал раз, другой, третий. Сейчас огромное количество есть ресурсов, которые потрясающе готовы тебя в эту бездну втянуть. Онлайн какие-то вещи, и причем там даже не подставные. ты с живыми людьми можешь общаться, знакомиться, договариваться. Просто потрясающая индустрия работает. Друзья, если вам скучно, вы хотите развлекаться, ну вот к вашим услугам, как говорится. Плохой совет, Сергей, очень плохой. Я сейчас не от своего лица это говорю, людям же скучно. А что же тебе делать-то с этой женщиной, которая тебя пилит, рассказывает тебе там, в прошлый раз мы говорили про носки, которые, битва с носками, что она тебе пристала вообще? А ты ее любишь или нет? И вообще, что это за какая-то непонятная жизнь? Развлекись, встряхнись. Ты с новыми силами придешь в свою семью и будешь любить ее еще больше и детей, и жену. Да, только вот последнее не случится уже. Почему-то не получается. У нас есть сообщение, нам прислал Константин. Является ли увлечение изображениями в интернете нарушением супружеской верности? Собственно, о чем мы только что и говорили, да? Ну, мы сейчас говорим про интернет. Давайте, друзья, сразу оговоримся, моя точка зрения, да? Она такова, разницы никакой нет. Это интернет или это не интернет. Просто интернет позволяет настолько легко сделать доступным то, что раньше было гораздо более затруднительно. Нужно было встать, нужно было куда-то податься, где-то что-то найти. А сейчас тебе нужно просто нажать две кнопки, да? И все, ты нажать кнопку старта, а дальше в браузере нажать, вот набрать, нет, еще надо набрать, наверное, слово, и сделать энтер, да? Все, и вот, все к вашим услугам, да, все очень доступно. Но если для вас это стало, друзья мои, а это ведь не просто какая-то штука, вы обратите внимание, ну, да, так, по статистике мужчины больше зависимы в данном случае, чем женщины, но нельзя здесь на самом деле сказать, что это вот жесткое гендерное различие, и для женщин вполне себе зависимость от изображений может быть в полный рост. но я хочу сказать, что если это стало зависимостью, это уже ненормально, и это показатель того, что что-то не так. И с другой стороны, что заставляет смотреть картинки, и при этом рядом с вами находится живой человек? Вот ответ Константину, чтобы сделать коротко, да, конечно, это измена. У нас есть еще сообщение просто, мне оно очень порадовало. Сейчас поспорим с Георгием. Вы так говорите, измена, в кавычках, как будто это что-то плохое. Да. А как же? Это же классно. А Георгий, напишите нам, вы состоите в браке? И вы считаете, что измена это хорошо? Ну, вот для Георгия, да, то есть вот пару вопросов ответите нам, пожалуйста. Будет интересно вести диалог, потому что иначе вы, находясь на другой стороне экрана, да, то есть вот за экраном. Вы же нам неизвестны. Да, я считаю, что это плохо. Да, я считаю, что с изменой мы изменяем самим себе в том числе. Мы предаем себя, и это делает нас еще более слабыми и еще менее полноценными, друзья мои. Вот это моя позиция. если кто-то считает по-другому, Георгий, то напишите, как вы считаете, наверное, можно понять из вашего вопроса, а почему вы так считаете? Ну, вот дайте себе труд подумать, дайте аргумент какой-то. Вот как раз в тему сейчас будут данные опросы нашего. Мы задали слушателям вопрос, должны ли супруги быть верными? Но большинство, как и ожидалось, ответило, да, это целых 94 процента. И было еще два варианта ответа. необязательно вопрос решается индивидуально и нет. По три процента в каждом из вариантов. То есть, все-таки есть люди, которые считают, что супруги не должны быть верны или при каких-то условиях не должны быть верны. Сергей? вот, да я думаю, как отреагировать. С одной стороны, люди имеют право так считать, с другой стороны, для большинства это неприемлемо. Да, для большинства нашей аудитории, давайте оговоримся так. Да даже в целом. неужели светские люди спокойно переживают измены? Светские люди скорее хуже переживают измены, потому что для них есть выход, это развод. Ну, он есть и для верующих людей, но тем не менее. он есть, да, и вот там, ну, так сказать, в огород Григория, да, или Георгия. Георгия, Георгия, да, простите, Георгия, ваш огород булыжник, но почему-то измена карается, почему-то измена преследуется, почему-то измена является тем основанием, которое позволяет разводиться. Для христиан очень мало поводов развестись. Измена одно из них. Измена это одно из них. Один из поводов, наверное, наверное, в этом есть причина какая-то. Если вы считаете, что это совсем нормально, ну, у меня вопрос еще был бы к тем двум, которые мы вам задали. Если вы в браке, то вы считали бы совершенно удовлетворительным, если бы с вашей женой спал кто-то другой. Вот мне, это, знаете, очень хороший вопрос, потому что обычно, когда ты примеряешь на себя, ну, как бы нормально, а потом, когда тебя спрашивают не о тебе, то есть, а ты изменял своей жене или там, а ты изменяла своему мужу или хотел бы, а твоей половинке. Да, а как так? А что, а ты можешь, а она нет? И вот начинается дилемма. И почему хотелось бы очень, мне всегда очень этот вопрос нравится, почему. Собственно, почему люди изменяют? Это был мой второй вопрос, который я вам задала. Почему люди изменяют? Старо как мир. До сих пор не нашли ответа. Ну, для меня ответ-то вот какой. Ну, для меня это, а почему люди изменяют? Вот, наверное, есть два таких нервноценных, с моей точки зрения, ответа. Один, это потому, что они не думают. Они не думают. Люди, большинство людей вообще не привыкли думать, не привыкли размышлять. Это слишком тяжелая работа. Она требует усилий, она требует задействования сердца. Я же ведь не говорю о том, что ты просто должен тренировать мозги. Я говорю о том, что ты вообще-то должен честно смотреть на какие-то вещи и быть честным перед собой, ставя какой-то вопрос и пытаясь на него ответить. А для большинства это оказывается, ну, чем-то лишним. Зачем? Зачем будоражить себя? И вот так люди, не приходя в сознание, и изменяют. Они просто не знают, что это пагубно сказывается на них. Они слишком легкомысленно относятся вообще к жизни и к тому, что они делают. А вторая причина, это уже, наверное, более сложная. Люди изменяют, потому что они не находят в себе сил. Они изменяют, потому что вот, ну, ну, не шмогла, как вот в этом анекдоте про лошадь, которая не добежала до финиша, чтобы призовое место занять. Не находит в себе сил противостоять. Это у меня... Последние люди вызывают гораздо больше сочувствия. Честно говоря. Ну, сочувствие, да. Вот, понимаете, несмотря на то, что вот как-то так случается... Муки совести, наверное, у вторых все-таки есть. У первых, раз ты не думаешь, что ты типа барабаны. Да, как сгуси вода, или как высморкаться, понимаете, а что, да вообще даже весело, понимаете, какая штука-то. И для разнообразия, более того, нужно вообще это периодически делать. Конечно. Вот, я не знаю, как нас можно отредактировать по-разному, наш эфир, да. Можно нарезку сделать очень интересной, из-за того, что мы здесь не говорили. Да. Но это же, это то, как мы слушаем. Это то, что находится внутри нас, где краеугольный камень, от которого мы начинаем плясать. Если не хотеть строить семью, если не хотеть в супружество вкладываться, то все, о чем мы говорим сейчас, ну вообще, это просто колыхание воздуха и бесполезная трата времени. У нас есть еще пару сообщений. Первое от нашей постоянной слушательницы Галины из Москвы. Да, Галина, здравствуйте. Да, здравствуйте. Очень рада вас слышать. Задает вполне конкретный вопрос. О верности супругов, мне кажется, даже нельзя говорить. Конечно, верность обязательно, и она не обсуждается. О чем речь? Вот такая позиция у Галины. Ну, Галина, вот обратите внимание, что за наш небольшой эфир мы сколько проговорить успели? Ну, чуть больше получаса. А посмотрите, сколько мы уже смогли обсудить, и далеко оказывается тема неоднозначной, потому что непонятно, откуда плясать для многих оказывается. То есть, что можно считать браком, что такое верность, почему я в одном случае буду стараться быть верным, а в другом случае я вообще даже не собираюсь прикладывать усилия. Галина все синим пламенем, это для меня недействительно, понимаете, ну, Дмитрий же нам интересный разворот предложил, но я только его доразвил немножечко, потому что каковы основания будут вот в ситуации, когда изменится чувство человека, а они и будут меняться. Это, так сказать, 99% гарантию, друзья мои, да, я не из той фирмы, которая дает пожизненную гарантию на какую-то вещь, такую стопроцентную, да, но вот тут я могу сказать, что, слушайте, ну, это совершенно наивный взгляд на жизнь, что ваши чувства, они просто вот, вы обратите на них внимание, как они часто меняются. Я иногда сочувствую парам, которые выходили замуж и женились по вот, скажем так, большой любви, на пике своей влюбленности, потому что это решение, ну, скажем так, неосознанное, и потом проходит год, я вижу развод, и, ну, я понимаю, что, да, было неправильно, вот Маша, она сделала правильный выбор, она сказала, да, когда она все понимала трезво, вот, и это большое, Удивительно это у Пушкина обнаружить, честное слово, понимаете, вот, ну, вот так, в этом величие Пушкина, в этом величие его как литератора, как человека, который действительно описывает важные очень вещи, и в этот момент он даже, как бы, он сам, он сам, может быть, очень далек от тех идеалов, которые описывает он сам, вот такая штука, еще нам Георгий ответил, на самом деле, он ответил, скажем так, достаточно откровенно, поэтому я перефразирую, и скажу так, он сказал о том, что преступление в брак, например, жена не знает всей прелести супружской жизни, потом познала, а мужа не хватает, и что, всю жизнь терпеть, вот, собственно, об этом спросил Георгий, вот мне интересно, а раздеваться нельзя, как бы, или... Я правильно понимаю, что речь идет о сексуальных отношениях, да, вот я все-таки так, потому что перефразировка, она вот, немножко затмила, ну, я вроде бы уловил суть, но я, во-первых, согласен с тем, что Эль только что в виде вопроса вбросила, что вот у мужа как бы вообще как бы никаких шансов нет что-либо с собой сделать, да, и никаких возможностей к изменению не произойдет, да, за все это время, а что жена не может сказать мужу о том, что вообще ей вообще-то нехорошо. Это все решаемо в браке, это разговор двух людей, если не получается с одним, нужно искать другого. Да, да, вот предложение Георгия такое. Замечательное предложение. Вот видите, друзья, вот Галина, это вот, видимо, за этим-то мы эфир делаем. Она, кстати, тоже нам написала, что измена очень плохо и грязно, и во время измены человек опускается до уровня животного. Да, да, мне хочется вбросить вот такой пример, вот если можно говорить о том, что мы обсуждали тут много литературных историй, вообще к браку какое отношение имеющих. Про собачек говорили, да, душесчипательные какие штуки-то. Ой, а говорили про выдуманных персонажей, а где настоящие это все, да? Ну, еще типа скажите нам про Ромео Джульетту. Ну, да, можно сказать про Ромео Джульетту. А можно говорить о том, что меня можно упрекнуть, что приводя вот этот вот пример, я привожу такую полную наивности, юношескую страсть. Согласен с этим, друзья мои. А это не отменяет вопрос верности людей. И то, что эта история выдуманная, тоже согласен, конечно, трудно же возражать, но ведь с чего-то ее писал товарищ Шекспир. Наверное, какие-то набросочки то у него были. Он же занимался тем, что собирал все-таки истории. А вот история, Элечка, подождите, не дам вам ничего сказать. А вот история, которая совсем не про придуманных персонажек и чебурашек, персонажек уже оговариваюсь, про декабристок. Которые поехали за своими мужьями. Которые поехали за мужьями. Как вы думаете, чувствовали себя эти мужчины? Мне кажется, у них светилось все от счастья и от любви к своей жене. И от боли, конечно, тоже. И боль там присутствовала. Но невозможно было не быть просто до смерти благодарным этим женщинам. Которые для них поехать это было, знаете, это самостоятельное такое движение почти в ад. Потому что не говоря же о том, что у них их десяток, там одиннадцать женщин, большинство из них были женами. Но не все были женами. Там были невесты. И там была в том числе и просто сестра, которая поехали, чтобы поддержать близких им людей. Но уехав туда, они потеряли все. Они потеряли, во-первых, возможность вернуться. Сразу же. Сразу же. До смерти. Во-вторых, они потеряли, я не говорю уже про комфорт, друзья мои, это они сначала до Иркутска добрались, а потом еще дальше на восток до Читы, и только в Чите уже было более-менее такое похоже на человеческое существование у них было, где им построили жилища. А до этого они просто в нечеловеческих условиях жили, к которым они не то, что были не приспособлены, но они нашли в себе силы не только выжить, но и помогать тем, кто вокруг них, не только своим мужьям. Они стали заниматься с местным населением, они стали их учить грамоте и какой-то арифметике, они открыли больницу. И это непридуманные персонажи, друзья мои. Вот почему мы ими восхищаемся, это еще один камень в огород Георгию, а людьми, которые предают и уходят, оставляют детей, Мы их не помним. Не помним, и они нам противны иногда. А вы к Георгии говорите, почему измена плохо. Вот вам пример. У нас есть еще сообщение, пишет нам Илья Богданов. Илья из Георгии. Да, Илья, здравствуйте. Вашему солнечному городу большой привет. Добрый день, Эльвира и Сергей. Какой у вас разговор? Прям хочется скачать потом и дать послушать друзьям. Спасибо. Да, на здоровье. Может, кому-то поможет не сделать ошибку? Может быть. И Галина нам тоже пишет, кстати, преданность своей жене присуща только настоящему мужчине. Ну и наоборот, я думаю, тоже работает. Друзья, вот наш разговор. Казалось бы, ну вот, я почему сказал, что вот для кого-то вещь очевидная, там вот Галина говорит, ну что что-то обсуждать? Мне тоже казалось бы, что тут обсуждать? Но мы опять с вами возвращаемся к началу. Хочется сказать о том, почему какие-то семьи живут и не просто живут, а являются счастливыми для нас образцами. Их стоит отлавливать. Они могут быть очень незаметными. Это могут быть люди, которые живут вместе с вами рядышком где-то. Это могут быть люди из вашей родни. Они не прыгают, не скачут, не пропагандируют здоровый образ жизни и всякое такое, но они вот своим состоянием, какой-то чистотой, которая вокруг них, они свидетельствуют нам о том, что семья это что-то очень-очень замечательное. что семья это то, что стоит сил, игра стоит свеч, как говорят, что за фраза такая, что значит игра стоит свеч. Это значит, что то, что мы в результате, это же про карточные игры идет речь, что во время какого-то игрового такого цикла сжигались свечи, а выигрыш был ничтожен, и смысл был сжечь эти свечи. Себе дороже. Да, себе дороже. Так вот, игра стоит свеч. И то внутреннее наше состояние, та жизнь, которую мы проживаем, строя семью, а значит, и закладывая верность в основании этого строительства, оно окупится. Я вспомнила еще один совершенно немаленький пример из литературы Анна Каренина. Помните, чем закончилось все? Да, мы вспоминаем Аннушку регулярно здесь. Вот как после, допустим, прочтения этого произведения даже можно посмотреть фильм, хотя я очень плохо отношусь к тому, что сняли вот с Кирой Найтли сейчас. Я вот не видел. Можно и не смотреть, да? Нет, совершенно. Конечно, отображается основная мысль, но никогда... Но очень не по-нашему, да, совсем не по-толстовски. Да, и всей сути, вот этой всей глубины все равно фильм не передают. Так вот, как можно после прочтения Анны Карениной еще сомневаться о том, что измена это плохо? Вот это для меня после прочтения, собственно, такой вопрос, который теперь не стоит. То есть ты просто не думаешь, потому что это пример из литературы, но это жизнь. Друзья мои, я хочу вспомнить первый звонок, который раздался, первый и единственный, что-то я как-то так разухабился, первый звонок, но первого радиослушателя. То, что Дмитрий сказал, там было много очень интересного и ценного. Мы порой действительно можем по-фарисейски относиться друг к другу и корить за что-то. Вы знаете, то, о чем мы говорим сейчас, я, по крайней мере, говорю об этом, не с колокольня осуждения кого бы то ни было, а скорее я говорю о том, как самих себя проверять, а как не потерять какие-то простые вещи, они банальные, но без них ничего не произойдет, без них нет основания и без них нет надежды на то, чтобы увидеть хороший результат прожитой жизни. И вот фарисейство это, конечно же, то, чего нужно сторониться и не относиться к людям. Мы многого не знаем в жизнях друг друга и в сердцах друг друга мы не читаем так, как читать может Бог. Поэтому это не к осуждению поведения кого бы то ни было, это к тому, чтобы проверять, на каком пути я нахожусь, и эта дорожка куда меня ведет, чем я руководствуюсь, какие мысли будут направлять мое движение. Ну и какого будет итог моего шествия. Столько предупреждений сегодня, на самом деле, мудрых было вынесено из литературы и из того, что говорил Сергей. Очень хочется верить, что много семей, да, благодаря этому. Что не впустую, да. Не впустую, да. У нас остается полтора минутки. Сергей, резюмируем эфир? Я, может быть, уже почти резюмировал. Практически, я вот, говоря о том, что, да, мы говорим о том, что должны быть какие-то основания. Почему какие-то семьи счастливы? Как правило, они интуитивно или наоборот не интуитивно, а вот каким-то такими огромными усилиями и поиском добираются до тех оснований и до тех вещей, которые делают их счастливыми. И верность для семьи это то основание, без которого семьи быть не может. И без этого говорить о счастливой семье просто не получится, друзья. И именно поэтому верность вообще много можно примеров называть, да, но она вызывает в нас самих уважение и какое-то вот чувство светлое очень вызывает. В таких парах усилия даже друг на друга направлены, а не на кого-то вокруг. И это тоже помогает. Ну что, мы заканчиваем. С вами была передача «Формула семьи». Мы сегодня говорили о верности. Надеемся, что мы ответили слушателям, почему все-таки лучше быть верным, чем неверным, к чему это может привести. Слушайте нас каждый день в 14.00. Услышимся с вами уже на следующей неделе. Завтра же День народного единства. Но всех заодно еще и с праздником. Все, счастливо! С Богом! Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься. Ну тогда скажите, как достичь его. Наши эксперты знают, знают. В эфире передача «Формула семьи».